Побег от реальности, зависимость от гаджетов или намофобия. Все это современный ритм жизни юных казахстанцев. Неравнодушные граждане нашей страны уже начали бить тревогу. Одним из таких людей является казахстанский продюсер Мурат Алиос Панбай, который представил зрителям поучительные фильмы о зависимости детей и подростков от современных устройств и их влиянии на жизнь подрастающего поколения. Накануне в городе Талдыкурган состоялся закрытый показ его фильма под названием «Аулла Сахшаларе». Фильм «Аулла Сахшаларе» был снят в областном центре края Житасу. Сюжет разворачивается вокруг мальчика по имени Алихан, который после активной и вольной жизни в ауле переезжает с родителями жить в город. Главный персонаж не может смириться со скучным ритмом жизни своих городских сверстников и решает спасать их от таков современных гаджетов. Есть такое понятие в казахской культуре оймбаласы. Это значит, что дети ввиду своего возраста должны вести активный и подвижный образ жизни, тем самым развиваясь физически. Ребенок должен наиграться. Если раньше дети с утра до ночи проводили время вне дома, придумывали различные игры, то сейчас, даже сидя за одним столом, они могут уткнуться в свой телефон и не общаться со своими сверстниками. И это очень тревожит меня. Поэтому идея создания такого фильма, думаю, уже понятна. В одной из главных ролей известный актер Бехжан Турус. Он представляет бездомного старика и заботится о местных ребятах. Также в фильме были задействованы такие известные актеры, как Малик Абдрахманов, Олжи Асальжанов и Куандах Шакиржанов. В картине снялась и известная в странах СНГ интернет-звезда, блогер Амина Малгаждар под псевдонимом Аминка-Витаминка. Айганым, она тоже блогер. Она снимает все, что делает Аула Сахшалара. Она, в общем, ведет блог, все рассказывает, снимает, показывает, выкладывает. Бюджет фильма Аула Сахшалары составил порядка 80 миллионов тенге. Стоит отметить, закрытый показ картины стартовал в столице, городе Астана, и продолжился в Талдукургане. Во всех кинотеатрах Казахстана он будет доступен к просмотру уже со 2 мая.